я вас приветствую буквально вчера я резал резьбу на шпильках и столкнулся с проблемой шпилька патрон не может удержать и она ползет как бы я не затягивал поэтому у меня возникла идея сделать внутри шпиндельный упор с той стороны шпинделя нарезанная резьба м60 шаг-полтора и я решил взять за прототип вот это вот свое да ладно но до который используют для разметки но разметка конечно не точно хотя бы как говорится грубо разделить окружность так вот суть затеи в чем затея не нова такие упоры не используются повсюду но у каждого станка в принципе там свои особенности так вот я решил нарезать точно также резьбу для этого я взял заготовку диаметром 70 миллиметров предварительно ее обработал но если здесь шестигранник на 32 то есть это для того чтобы закручивать и выкручивать это приспособление то моем случае нужно сделать точно так же иначе ну как я буду потом выкруче поэтому возникло вот такое вот решение я взял 41 шестигранник просверлил на 32 длина этой гайке 15 миллиметров и с одной стороны обработал диаметр на 32 длиной 15 здесь я обработал диаметр который равен по граням 41 шестигранника это 47 миллиметров фаска здесь также фаска забьется обварится то есть это только для того чтобы выкручивать и закручивать а здесь я уже нарежу резьбу для стопорного болта ну возможно на 10 пока еще не решил отверстие просверлил на 20 внутри будет шток также с двадцатки на втором конце торце этого штока будет приварен пятак наружный диаметр будет как соответственно внутреннему диаметру шпинделя чтобы там этот упор чтоб не гремел центрировался по шпинделю и эту сторону и обработал теперь я разверну и обработаю вторую часть уже нарезав резьбу так как резать придется по сопрягаемой детали разумеется ничего для контроля нету кроме того самого шпинделя поэтому я заранее эту сторону обработал размер чтобы уже была нормальная база а эту сторону сейчас обработал непосредственно по внутреннему диаметру и обработаю нарежу резьбу м60 шаг полтора все размеры я отсюда линейные диаметральные сниму резьбу уже буду мерить непосредственно по шпинделю и 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 Продолжение следует... 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 И чтобы обозначить, надо привязать верёвку. У меня нет красной верёвки. Боковицу попробую привязать. Не, не надо. Что-то как-то неубедительно, да? Нет тряпки у меня. Ну, в идеале нужно сюда ограждение какое-то поставить. Но я надеюсь, никто не подлезет. Ну, в общем, я стул поставил для от особо любопытных. Я думаю, в стул никто не снесёт. Ну и всё. Я сейчас буду пробовать нарезать резьбу уже именно с этим внутришпиндельным упором. Я буду пробовать нарезать резьбу. Кстати, резец Т5К10, обороты шпинделя 400, шпарит как бешеный. То есть никакой самокал таких режимов не выдержит. Про ВК-8 правильно написали, что он быстро подсаживается. Ну, а Т15-му здесь вообще делать нечего. Ну, как в литой. Не стронулась, маленочка проворот произошел. Ну, а так, в принципе, все в полном порядке. То есть все упору работает. Можно его спокойно использовать и не переживать о том, что во время нарезания резьбы произойдет смещение, продольное смещение шпильки, что, разумеется, сбивает шаг. Ну, и влияет на частоту обработки. Хотя, опять же, здесь частота обработки вообще не важна. Это погружная часть. Анкер. Все, всем спасибо.